Вот мы в Однорышковском пруду 8 августа. Второй раз подъезжают, чтобы завалить первую. Погода сырая, дожди идут и опять дождь. Вчера ТВ-24 приехали, прилетели. Не послушались, уехали в Ребриху, застряли дорогой. О! 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 Проехать нельзя. Позвонили начальству. Бензовоз не может пройти. Но оказалось, что можно у Игоря занять и рассчитаться за счет того, что... Игорь, 4 дня работаю. Я говорю, не 4, а 3 меня. Держи рукой, подними. Я показать скажу, Игорь приехал. Вот привез сколько. 13 банок. По сколько литр в банке? 20 литров. Вот заправил. Запасной еще 5. Видишь, какой стилик. Он как на проволоку навешан. Ну, потянуло все наше. А я-то думал, будет мягкий такой. Мягкий, как на проволоку. Она разъезжает. А это все потянуло и пришло сквозь вешать на мафию. Прокачать надо. Ключи-то есть, да? Да, затем под подкачкой. Ключи зачем? Воздух спустить. Ключи-то наш пошел за обедом. Думал уехать. А ты в какую сторону едешь-то? Я в Шарчино через корючек. А я думал, я его с тобой послать за обедом. Ключи-то! Зайди в гостиницу. Там на саре стоит термос с кофем. Захвати его. Хорошо. Он на саре прям стоит. Он заправленный, он все там. Да, да. Заправил. Все, пошел. Без двора Баша Игоря Александровича никуда. И вот сегодня у нас понедельник, 8 августа. Дождь прошел, гроза. Все лето, даже не помнится, чтобы каждый день гроза. Три дня поставила погода, что успели собрать. Остальное все опять. Тропащая трава. Да. Я сказал Никите, говорю, вот кусты растут, надо вырезать их. Он старается, режет и режет. Вот я сейчас покажу, как. Вот говорят, с Никитой обращались неправильно, там грубо. А эти люди судят, они не знают о чем. С нуля, как будто только сегодня родился. А колопопов крутился, духоносное. Вывели его, совершенно не знают. Как нынче, вот приехал Виталий, лопату от топора не может отличить. Я говорю, где он там дерево трубит, он взял лопату, пошел рубить. Лопатой. Еще нормально? И все еще что-то судят. Конкретно работать надо. Вот он приехал, негодный такой. С ним и работаем. А сейчас я его посылаю куда угодно. Он идет, вырезает тростник. Надо было сегодня убирать. Вот он куртку надел, всю испачкал. Ну, сделать сделал. Вон, где далеко. Игорь выехал уже. А здесь вот он бульдозер. Сейчас не заводится. Сейчас. Вот так, видишь, какие тут возят, траншейки остаются. Я по ней иду, прямо вот уже по плотине иду. И вот кустарник, вот сколько он его нарезал. Убрать кустарник. Это все уменьшает площадь зеркала. Вот так, пошел. А с левой стороны показать. С левой стороны. Тут все тоже кустарник. Там вон тополя. Дальше растут тополя. Это последняя. Бухта фамилия его жил. Зиновий. Имена были какие. Там дальше жил Коротков Паисий. Все. Это при мне уже было все. Я их знал. Людей этих. Кого раскулащили. Самые труженики были. Отец говорит, какие были. Ужас. Какие вурдалаки пришли на землю все в 18-17 году. Что сделали? Ну, как неверующий был бы, как колчак пошел бы воевать. Или в его войско. А так, знаешь, Господь попустил. И надо принять. Вавилон, значит, вавилоны дети. Кому в плен, в плен. Кому подмечь, подмечь. Вот так. Вот он сколько вот эту березку освободил. Вот все уже прорубил. Видите, сколько он пропилил. И дальше. Но мне идти тут уже неохота. Я отойду. И надо говорить. Потому что трасса здесь более извилися. Вот она уже поворот делает. Я показывал в самом начале, как здесь промыв, называем прорва. И вот думали, что проволока между ними натянутая. И она будет стоять, а земля просыпается. Но он захватил верхний слой. Верхний слой – это пласты. Ну и пласты эти повисли. Она же прорезать проволока не может их. И пришлось все это. Она наклонилась. Давай ломать и все выбросили. Это мы дня три потратили вот на это. Шкурили, привозили длинные, выламывали. И оказалось, что ничего этого не надо. Вот она где. Даже вывернуть не могли. Вот пилой придется вытаскивать. Вот так. Вот уже выхожу. Прямо. Здесь везде норы. Наступить нельзя эти. Бобры. Привезли соломы. Решили тут бутить. Ничего этого уже не потребуется. Вот он, трактор тронулся. Вот сейчас я посмотрю, что у нас получилось. Вот он пошел. Бульдозер. Так, 13 часов. Четыре минуты уже скидывали. Тринадцать и четыре часа дня. Одиннадцать и двадцать. Ну, сорок. Сейчас сорок простоял трактор. Но благодаря Игорю Барабашу снова двинулись. И вот теперь я уже показываю опять сам пруд. Это озеро настоящее будет. Тут много уток, рыба. Все. Ну, как удастся. Как вот уже прошел я пешком. Он гонит землю впереди себя. А тут все вокруг кусты, кусты и кусты. Пасмурная погода. Показать, какие облака. Вот это вот все я иду здесь. Это плотина дальше-то. Но он оттуда будет брать, тащить сюда. Вот, чтобы выровнять. Как вот эти кусты. Здесь с этой стороны Никита уже выбрал. Здесь дальше будет выпиливать, когда придет после обеда. И выпилить. Вырежет все. А дальше березки растут. Березки, березки. Красиво, как наша камыш. Тут для уток раздолье. Ну, охотники будут хулиганить. Вот несправедливость же. Грачей тысячи, миллионы. Ни одного не бьют. И бедная утка. Грач может хоть где сесть. На дереве. Утка только на воду. И на воду едут. И где озерко, там бьют. У нее очень ограниченные ареалы. И место обитания, и питание. Она должна на воде быть. Ее легко убить. И бьют, и бьют, и бьют. Миллионы охотников во всем мире. И однако, она живет. Убить не могут. Она не 12 яйц приносит. Это так Господь уже допускает. Вот он идет. Бугодер Волков Владимир Иванович. Сейчас сообщили, что ТВ-24. Они проехали Мамонтовский район. Самый район. И там заявили, что им нужно потерять. Как их кто повезет. И вчера убеждал, что уже побыли, посмотрели. Не надо. Нет, надо. Надо там. Прошли по деревне. Отдельное интервью. Батюшки взяли у меня. У Алексея. Ну, это работники. Дождь такой был. И все равно поехали. Перебриху ночевать. Вот подходит теперь к этому месту. Подворачиваю. Все, пошел назад. Это вот сейчас с другой стороны завозит. Вверх не дернет. Вот сюда вот. Вот так. Вверх не дернет. Вот такие здесь бобры. Огромные норы. Плотину разрывают. Я так берег бобров. А сейчас не знаю, что делать. Или бобры, или плотина. Это показался Никита. Он у нас за повара, за снабженца. Несет обед к двум часам. Значит, ты Владимир Иванович принес, да? Да, и вам. И мне. А мне какое? Белое. Белое. Ну, да я вот здесь вот сяду на бугорке. Пойдем к соломе. Солома не потребовалось. Два тюка привезли. Но обстановка так сложилась, что лучше еще получилось. Вот так. А шофер это сказать, тракторист, вот он едет. Раскладывай. Давай. Почему ему клеенки не дали, не понимаю. С Надеждой говорил. И так клеенки не дали. Он ей ест на радиаторе. Ну-ка раскладывай, что там есть. Прям на траве. Лепешка, помидоры. Это для меня. Моя еда. Вот. Лапшишка. О, сегодня мне сливки кто-то не доел. Мне дают. О, пряник. Пряник один и второй. Почему-то. Я не съел. Лошка. Так это для меня все или для тебя тоже? Нет, мы только пряник. По прянику. Ну ладно. Все, да? Все. Ну сейчас Владимир Иванович, он установит трактор, это бурдозер-то. И ты ему туда отнеси, где он сядет. Ну где-то заткни его здесь под солому рядом. Чтоб ветром не вытащило. Вот он едет. А там Никита. Видишь, я берегусь сколько. Напилил. Кустарника разные. Все время обеда. Заметил, что-то остановился бурдозер. Пригляделся. Владимир Иванович обдирает его от глины. Я крикнул, Никита, бегом, беги. Помогай. Продолжение следует. Под самый низ, Никита, под самый низ ковыряй, под низ. И отворачивай, попадай, отворачивай. И 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 отворачивай. Продолжение следует... Вот пришли на Рыжковский пруд. Сегодня у нас здесь 10-е, к слову сказать, 2 месяца ровно, как заехали в лагерь, и Рыжковский пруд. Вот Никита понес доску. Это тяжелая доска. Сороковка, 6-метровая, 20 сантиметров шириной. Вот, давайте. 21 доска в кубометре. Вот считай сколько. Володя Пащенко. Видите, как мураши. Не наступает нигде на них. Кладите так, чтобы глины не касалось. Это Виталий Калининников. Видишь, какие ребята проборные. Сейчас начнем копать место, где будет слив воды весной. Вот оно, само озеро. Это пруд. Ух, чуть меня по шее не заехал доской. По правой стороне только ходите. А там уже перейдете за прорвой. Влево переходите. Вам меньше тут будет глины на ногах. Смотри, Виталий, чтобы никто глины не касался. Иначе нам мазать-то что, глину придется, а не доску? Тишина. Вчера дождь мочил, мочил, мочил. Больдозерец приехал. Сейчас отдыхает. Может, да в обед будем. Да в обед-то тут такая же грязь будет. Надо то дня два ждать, когда просохнет. Погода нынче царая, комаринная. Как, ребята. Вчера Виталий было выехал. За непослушание отправил. Но дал шанс еще, если походотайствует священник, батюшка и барабаш, который берет на постоянную работу осенью. Пошел сразу к двоим. Не хочешь уезжать? Нет, не хочу. Вот зазомбировался человек. Сейчас скажут там разные душители скуратовы. Сами-то ничего не делают. Поэтому визжат вокруг моей колокольни. Это работа. Большая работа проделана здесь. Сейчас я понесу бруски. Что мне по силам? Туда. Вот осталось поле. Выровнял тут боли. Это все разгладится и трава тут будет. Плодородный слой еще остается. А тут не бывает никто. Ни скотины. Тут не пасут, не пашут. Ничего нет. Так что экологически мы ничего не попортили. На камеру без молитвы без ничего. Зачем он туда полез, непонятно. Никита, а убери подальше. Вот что у тебя там, мозилю. Где-то поставь, чтобы взять легко было. А отдельный говорил, канистру взять. Не принесли, наверное. Мозилки не хватит. Несколько раз говорил. Канистру не принесли, у Нины? Нет. Мы вчера принесли, 20 лет. Да? Ну тогда хватит. Давай. На ногах все липнет. На ноги-то какие бутсы. Вот, надо перетаскать туда. Так, не наступай на эту. На доски нигде не наступать, старайтесь. Не ложить. Вот от края-то уже вымазал как-то кто-то. Иначе нам тут придется ножом отскабливать глину. Мы себе устроим работу. Десятое августа. Доски сносили. Вот это сказать слово сносили. По такой глине носить, то что-то у меня все выворачивается. Аппарат не умею держать. Вот сносили. Это 6-ти метровая, 20-ти ширина и четверка. 4 сантиметра толщина. Ну вот на кубометр надо узнать. Сырая доска. Сырая, совсем не сушеная. 21 доска в кубометре. Вот теперь пришли. Спуск воды, где будет. Копает. Вот Володя Пащенко рядом. Вот у угла Никита Колесников. Это вот Виталий Колейников. Он сильный. У него копать получается. Кидать только здесь. Не забор. Вот так. Именно на трассу кидать только. Володя, смотри, Виталий, как у Володи идет. У него 5 бросков, у тебя 3. А иногда 2. Ну начни просто измени стиль жизни. Нас советская власть научила работать. Аккордные наряды были. Ни одного перекура. После смены. Из-за этого тебе начислить что-то. А здесь вообще проспали страну. Что такое аккордный? Аккордный, ну то есть совместный и быстрый. Под ключ сдавали. Чтобы хозяин мог войти в квартиру. Аккордный. Заранее все нормы составлены с ускоренном темпе. И отличного качества, чтобы было. И умели работать. Дальше откидывайте только. Потому что там придется ощущать бровку. Ношу доски вот и понимаешь, сколько везде лжи. Припомнился Борис Николаевич Ельцин. Отпевает и какого-то там, конечно, архи или протодиакона нашли. Помяни, Господи, Царствие Твоем, первого президента Российской Федерации. Вот придумать это надо. Да Богу нужны наши федерации-то. Может быть, Бог слышит другое. Помяни первого пьяницу, первого обманщика, разрушителя страны, предателя. Как говорят коммунисты, говорят, осиновый кол только не хватало ему вбить в могилу. Может быть, по-другому. Богу нужны эти. Его высочества, царя отпевали. Пулька в Батистском дворце и все. Так это мученик. Это всю страну, говорят, под откос пустили. Первого президента. Первого разорителя такого. Ну, по крайней мере, не встил за себя. Это уже положительно. Он мне нравился, я не скрываю. В узнике ходили. На Новодворскую не посадил. Первого президента. Помяни мученика Твоего, Господи, во Царстве Твоем, который принял. Этот шатался по белу свету-то, ходил в Ифлееме. А знал ли он Бога? Совершенно не. Внук там безобразничает где-то за рубежом. Это обман. На каждом шагу обманы Бога хотят обмануть. Бог знает наше состояние. Так, раз. Так, Никита, иди сюда ко мне рядом, встань. Вот сейчас смотри. Одновременно считай, сколько Виталий выбрасывает. Виталий, в прежнем темпе только делай. А я за Володей, да. Раз, а ты за ним. Нет, 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 нет. Сколько у Виталия? Семь. Семь. Так это он раза в два увеличил скорость, как обычно копает. Видишь как? Семь. У Володи десять. Вот и считай. Володя получит семь рублей, где-то десять рублей, а он семь. Теперь получается семь тысяч и десять тысяч. Разница уже большая. Это, Виталий, кидай только на трассу. Не на... Ты гляди, куда кидаешь-то. Обернись маленько. Ты просто за спину себе кидаешь. Прямо вот так кидай, как Володя. Володя кидает именно вперед, а ты через спину. Ну вот и все. Все доказательства. Работай с полным усердием. Перед Богом. Нужно научиться порабощать. Как сейчас завопят? Как порабощать? Ну, Павел говорит, смиряй и порабощай тело мое. С телом своим. Не могу. Дальше идем. Несет сумки, еду. Володя не везет груз какой. Никита там не пришел еще. Идет сзади, плетется и все. Как вот ленивый толстомордный ребенок за отцом. Это я, когда работал в МВД, строго режимом лагере Плишкина Иркутской области. Ну и в лагере показывали фильмы. И вот в одном фильме показывают. Идет отец, генерал. Он видит, как танки идут. Поле пшеничное горит. И сзади идет сын такой толстомордый. Вот президент и внучка там есть такой, который щавкает, сидит. Ты не хрусти. Вот. И он потом приливается. А его дед с бабой встречает. Внуки. А кем ты хочешь быть? Прокурором. Как грохнулись все эти заключенные смотрят. А почему? Ни за что не отвечать. Ни за что не отвечать. Он не смиряет, не порабощает плоть свою. Где он сидит? Может быть сидит давно или умер. Вот ЖНР, которые издевались над ней. Это уже все умерли. А она все живет и радуется. И Бога прославляет. Я к примеру сказал. Вот сегодня начали копать сток. Вот доски снесли. Обработку принесли. Там бульдозритель сегодня не может выйти. Вчера звонят батюшка все. Ему готовят, не готовят завтра. Да нет, его не будет. Я сегодня гляжу машину, если он прикатил. Умница. Лежит на кровати. Ну все, тогда срочное указание. Позвонил. Батюшка это остановил. Немедленно сообщить, чтобы готовили завтрак, обед и ужин. Он не работает. Это нас не касается. Ну я так. Никто это не говорит, что не работает. Некоторые подумают, как так. Да так. К нам попал наш гость. Самый отъявленный бродяга к нам попадает. Мы обязательно его накормим, снабдим продуктами и до свидания. Он не туда попал. Какой-то узбек был, где доработали, его гнобили и он убежал. Я не могу. Сразу же вызвали медсестру. Осмотрели, вызвали милицию. Документы проверили и отправили. У него все в порядке. Ну видимо недружно что-то получилось. Приезжает она заработки. Он нуждается в помощи. Веситка с этим. Так. Сейчас вот что, Володя. Переместись на бровку. Так, Никита. На бровку, в которой ты стоишь, переместись. Также отрубай лопатой ее, которая с той стороны и с этой. Володя, вот эту бровку убрать надо. Да? Да. Чтобы начать мерить до доски, мне нужно свободу. А Виталий пусть один в яме сидит. Эй, эй, эй. С той стороны кидай на ту сторону. Ну зачем ты придумываешь? Каждый раз какую-то новинку. Кто его какой, говорит, чертяка под руку толкает. Кидай туда и кидай. На эту сторону кидать. Подойди ближе. Ну нельзя так. Прям такие безумные выходки делать. Кидать только на трассу. Потом притопчется. Это вот показываем мы озеро. Настоящее озеро. Тут поднимем мы на два с лишним метра, наверное, воду. Ну и представьте, какая будет. Это все выйдет он. Вот это в кустах было. Мы тут маленько поработали. Никита резал. Я уж сколько мог там вытаскивал. Там по борту идет. Из этих. Его видно. Из сучков. Ласточки летают. Жили люди. Раскулачили. Все отняли. Сослали. От голода примерили. Она приехала, рассказывает, как. Клали людей, говорит, просто и все. Лежали хоронить. Никто не может. Мы одни девчонки остались. Там Агапия померла. С голоду. Вывалили на пустынный берег. Ты же ходил раздеваться. Я переоделся. Ты все время вот это брось куда-то дальше одежу. Ну нельзя так одеваться на работу-то. Ты посмотри, Володя весь мокрый уже. Никита в легонькой одеже. А ты надевает на себя. Много надевает на себя тот, кто мерзнет. А мерзнет почему? Потому что плохо работает. Смиряю, порабощаю тело мое. Порабощаю его и смиряю. О, квашня-то какая отвисла. Ну-ка, подними повыше, я гляну. Подожди минутку. Издалека гляну. Ну, что там говорит-то? О, мамона блудливая. Где жир, там сон. А сон в обнимку с блудом. Вот не надо. Ты, Никита, куда кидаешь-то сейчас? Зачем же туда? Кидай дальше. Дальше кидай. Вот сюда вот, ты можешь размахнуться. Вот лопату убери и на это место кидай. В эту сторону мы будем продолжать еще сантиметров 20 ее. Все, отошел.